Елочка гори Здравствуйте, Лена. Очень рада вас видеть. Наверняка вы знаете, сколько у нас в крае Барнауле организовано официальных точек по продаже пиротехники. Ну, потому что есть официальные, а есть люди, которые продают и на базарах. Да, знаете, у нас край богат на магазины пиротехники, которые работают круглогодично и вполне они торгуют хорошей продукцией. То есть достаточно много у нас? Много, много. И большой ассортимент разных марок представлен в городе. А все-таки вы бы рекомендовали покупать в крупных сетях или можно где-то на рынке приобрести? Ну, начнем с того, что крупные сети, прежде чем взять товар на реализацию, очень качественно его проверяют. Смотрят все сертификаты, партии, поставки, производителя. Поэтому это надежно. Что продают на рынках, допустим, очень сложно отследить. Ну, наверняка там тоже есть и достаточно хорошая продукция, но и все-таки фальсификат, я думаю, тоже встречается. То есть, по-вашему, крупная торговая сеть это всегда гарант качества? Ну, с их контролем качества, думаю, да. А вот если у, допустим, пиротехники какой-то очень высокая цена, ну, того же фейерверка, например, то это тоже гарантия качества? Знаете, цена зависит не только от качества, но от количества залпов, от эффектов, которые находятся в данном фейерверке. Можно купить за 400 рублей достаточно качественный хороший фейерверк. Можно купить за 40 тысяч такой этой же марки очень качественный фейерверк. Только за 400 рублей будет 16 залпов калибр 0.1, а за 40 тысяч будет там 360 залпов и калибр намного больше, что дает больше высоту подъема заряда и больше покрытия неба. Поэтому цена это не показатель качества или некачества, это показатель красоты салюта, возможно. Лен, ну а вы как житель города Барнаула, что вас могло бы удивить, какой появился такой новый фейерверк у нас в городе? Знаете, у нас в этом году появился фейерверк, всего два наименования с новым эффектом. Такого эффекта, честно, я еще не видела за все 11 лет, пока руковожу компанией. Эффект фиолетово-яркого такого, фиолетово-сиреневого свечения. Это очень необычно, очень красиво. И я вот уже себе взяла домой такой салют, буду смотреть, как он смотрится вживую. А скажите мне, пожалуйста, какие меры предосторожности нужно соблюдать при запуске? При запуске нужно обязательно соблюдать технику безопасности. Мы всем клиентам рассказываем, на каждой коробке любой пиротехники, если она сертифицированная, есть инструкция на русском языке. Ее нужно соблюдать беспрекословно. Потому что, к сожалению, выходит так, что люди в последнее время стали к пиротехнике относиться очень легко. И забывают, что это, на самом деле, огнеопасный и очень опасный продукт. Я знаю, что какой-то прям-таки несчастный случай произошел. Или не несчастный, но его даже курьезным назвать нельзя. Да, да. Ну и все-таки расскажите. Да, был такой случай. Получилось, приобрели пиротехнику. Люди ее отстреляли. И решили сразу после отстрела сложить в пакетик, чтобы мусор, и унесли в гараж. Вот у них в течение где-то, наверное, пяти часов все это отлело-отлело. В общем, гараж погорел. Потому что надо правильно не только использовать, но и утилизировать. Конкретно в инструкции написано, что после отстрела там еще вот эти частицы тлеют. Надо залить водой, либо засыпать снегом и какое-то время вообще не трогать, чтобы это все прогорело, успокоилось. Потом только утилизировать. Я надеюсь, наши зрители сейчас услышали ваши советы. А в каких местах нельзя запускать фейерверки? Потому что у нас народ запускает из балконов, из крыши. Ну, откуда придется? Ну, знаете, вот, допустим, батареи салютов, которые относятся к третьему классу опасности, у них радиус опасной зоны 20-30 метров. Его нарушать нельзя. Нельзя, чтобы были над салютом какие-то провода. Нельзя, чтобы рядом были дома, потому что, возможно, что заряды могут залететь в окна, на балконы. Это все пожароопасно. Нужно осмотреть этот радиус, чтобы не было деревьев, потому что и на деревья могут попасть тоже остатки вот эти горящие, может все это отлеить и привести к катастрофе. Это тоже все в инструкции прописано, я так понимаю. Обязательно, обязательно. И вот еще самое главное, салют нужно поджигать на расстоянии вытянутой руки. Ни в коем случае не наклоняться, ни в коем случае не смотреть. Если что-то не сработало и салют не загорел сразу, нельзя к нему подходить и заглядывать, сработать. Потому что ложок, я так понимаю, можно получить очень легко. Может, да, бывает, что время задержки, стопин пока прогорает, бывает время задержки, поэтому ни в коем случае надо стоять ждать. Если уже сосед не сработал, возможно, бракованный салют, его надо также залить водой, а потом уже можно идти туда, где покупали, и как бы с ними разбираться. И забракованный салют, конечно, он подлежит возврату. А ведь наверняка есть какие-то возрастные ограничения. А то захотят подростки, например, 14 лет, 13 запустить можно им? Конечно, нет. Ну, знаете, вот петарды продаются с 16 лет, все остальные батареи салютов продаются с 18 лет. Вообще за петардами, честно, дети ходят. Очень часто приходят, я думаю, в магазины. Да, продавцы отказывают, это большая ответственность. Но они ведут родителей, родители покупают, но это уже ответственность родителей, что они детям позволяют. Ну, мы уже с вами, конечно, поговорили, к чему могут привести несоблюдение мер безопасности. Может быть, мы еще не все сказали? Ну, соблюдение мер безопасности, допустим, давайте поговорим о бенгальской свечах, которую дома люди поджигают. Ну, то есть мы дома ставим елки, например. Да, елки, свечи. В гостиной поставил елку, поставил свечи. И вот бенгальские свечи. Это единственный вид, наверное, пиротехники. Ну, еще и хлопушки. Это первый класс опасности, который можно запускать дома. И еще ошибочно думать, что хлопушка безобидна. В хлопушке, когда вы дергаете, зашнут, там тоже порох. Да вы что? Я вот купила хлопушку, кстати, себе домой. Да, хлопушки тоже с порохом. И тоже это первый класс опасности, так же, как бенгальские свечи. Это надо аккуратно. А на каком расстоянии от себя? Ну, бенгальские свечи на расстоянии вытянутой руки. Потому что, когда она горит, разлетаются искры, они могут прожечь. Они тухнут, там специальный радиус. Почему они первый класс опасности? Что радиус? Да, опасность зоны 50 сантиметров. Вот расстояние 50 сантиметров от лица обязательно должно быть. Но от елки желательно подальше. И когда поджигаете бенгальские свечи, нужно, чтобы дома проветривалось. Потому что от них тоже идут вот эти продукты сгорания. Ну да, там запах есть какой-то. А лучше все-таки, наверное, и бенгальские свечи, и хлопушки использовать на улице. Ну да. Есть специальные бенгальские свечи, чтобы было интересно для улицы. Они большого размера, от 60 сантиметров 90 сантиметров. Они дольше горят, у них краша, эффект. Но они только для улицы. Ну, мне такие очень нравятся. А вы дома бенгальские огни зажигаете? Вы лично, в вашей семье? Лично я, да, зажигаю. Но соблюдаете меры безопасности. Соблюдаются техники безопасности. Обязательно. У меня всегда открыты форточки, проветриваю помещение. Да, ну а салюты на улице. Может быть, хотите дать какой-то совет в завершении нашей беседы нашим зрителям? Конечно. Я хочу посоветовать, чтобы все-таки еще раз повторить, чтобы внимательно читали инструкцию по применению. Пожалуйста, почитайте внимательно. Продавцам пиротехники очень печально, когда люди травмируются их продукцией. Поэтому читайте, читайте. Если что-то непонятно, смотрите в интернете инструкцию подробную. Обязательно полностью соблюдайте технику безопасности при применении пиротехники. Ну, я думаю, что мы поздряем всех с наступающим Новым годом. Да, с Новым годом. Спасибо, Лена. А я напоминаю, что сегодня мы говорили о том, как избежать ЧП на новогодние праздники и выбрать качественную пиротехнику. Пусть ваше настроение в Новый год никто и ничто не омрачит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...